У вас кризис идей. Не знаете, что и как снимать, как монтировать. Я, когда сталкиваюсь с такой проблемой, мгновенно открываю чат GPT, вписываю запрос и получаю практически готовую раскадровку. Так что пристегнитесь, потому что сейчас я покажу вам, как чат GPT может помочь в монтаже и облегчить задачу. Меня зовут Артур Вишневский, это канал Movavi и PamChari. Начать, как всегда, стоит с правильного запроса. Я буду вписывать все запросы на английском, так результат получается лучше всего, но вы можете вписывать промпты и на русском, если вам так удобнее. Попрошу чат GPT срежиссировать видео на одну минуту, дать советы по съемке, монтажу, переходам, эффектам и прочим. Так, с первой попытки не совсем то, что нужно. Давайте повторим. Окей, второй вариант уже то, что нужно. Вот у нас и описание видеоряда, и тайминги, и советы по цветкору и все такое. Я еще дополнительно попрошу его подобрать музыку из библиотеки бесплатной музыки YouTube. И вот список треков с пояснением, какой трек ты должен играть. Блин, красота. Давайте начинать монтаж. Начнем с самого простого. Импортируем все видео и аудио в Movavi Video Editor. Чат GPT говорит, что видео должно начинаться с кадров города, с чутка заваленным горизонтом, и длится примерно 5 секунд. Перетаскиваем видео на таймлайн. Таймлайн интуитивно позволяет быстро организовать клипы внутри проекта, разбить их на множество дорожек, а также установить или убрать между ними привязку. Монтировать можно как вручную при помощи ножниц и перетаскивания клипов. Однако программа открывает возможности и для автоматизации процесса. В моем видео камера слегка вращается, поэтому заваленный горизонт я добавлять не буду. Я просто ускорю видео вдвое и подрежу его до примерно 5 секунд. Так, отлично, камера вращается, и когда горизонт выравнивается, футаж обрывается. Далее по плану идет нарезка кадров мегаполиса. Чат GPT предлагает делать нарезку динамичной, чтобы каждый кадр длился где-то 2-3 секунды. Снова перетягиваем футаж на таймлайн, подрезаем, ускоряем. У меня футажи почти все замедленные, так что мне приходится каждый ускорять. Вот и все, готово. Так, дальше по плану нужно взять панораму ночного города и сымитировать пролет камеры. Легко. Перетаскиваем видео файл на таймлайн, подрезаем длительность и переходим в инструменты. Следом выбираем анимацию, продвинутую, добавить кефреймы. На таймлайне появились 2 точки. Первая показывает начальное положение видео, а вторая конечное. Кликаем дважды на первую точку и потянув за уголки изображения, немного приблизим камеру и укажем начальную позицию. Повторим для второго кефрейма и укажем конечную позицию. Если чутка ошибетесь с масштабом, ничего страшного, плавная анимация скроет такие недостатки. И отлично, получилось. Так, продолжаем следовать плану чат GPT. На очереди у нас тинейджеры, которые рисуют граффити. Чат GPT предлагает сделать это одним долгим кадром, но я не послушаю его и сделаю медленную нарезку из трех футажей. Перетягиваем раз, два, три, чутка подрежем, поиграемся со скоростью и все. После этой нарезки нужно вставить кадры поезда, который едет по тоннелю. Я снова чутка расширю видеоряд и сделаю три видеофрагмента вместо двух. То же самое сделаю и для следующего блока про группу друзей, которые следуют заброшенные места. В конце еще накину пару видео по подсказке чат GPT и все. Видеоряд сам по себе закончен, но это только начало. Теперь нужно сделать фейт в черной, в конце и также текст. Но это очень просто сделать. Добавляем черный фон из фонов и понравившийся блок анимированного текста из вкладки текст. Вот в принципе и готово. Я думаю в первом блоке тоже не помешает текст. Добавлю его таким же способом. Видео плавно затемняется и появляется текст от чат GPT. Следующий шаг это цветокоррекция. Процесс повторю для каждого видеофайла, так что смотрите внимательно. Во вкладке эффекты, луты, выберу подходящий пресет по указке чат GPT. После этого вручную подкорректирую яркость, контрастность и насыщенность где нужно. И финальный штрих от меня добавить зерна как у пленки. Так картинка будет более стильной. В первые пару блоков идет более киношная цветокоррекция, создающая впечатление темного ночного города. В моментах исследования заброшенных мест чат GPT рекомендует зеленоватую гамму, чтобы было ощущение таинственности. Так, готово, добавил, а в конце видео нужна киношная картинка, поэтому параметры цвета я буду вручную подбирать для каждого клипа. После того, как работа с цветом окончена, добавим переходов. Во вкладке переходы по умолчанию доступны десятки бесплатных переходов, а с магазином эффектов разнообразие переходов увеличивается в разы. Просто перетяни переход на таймлайн, поправь длительность и все. Так, хорошо, самое сложное позади. Как видите, процесс монтажа очень прост и интуитивен. А все потому, что мы с вами в видеоредакторе Movavi. Видеоредактор Movavi входит в подписку Movavi Unlimited, которая объединяет все самое лучшее от Movavi в одной доступной и интуитивной платформе. Это видеоредактирование, обработка фото, запись экрана, конвертация файлов. Короче, 9 программ и годовой безлимитный доступ к магазину эффектов по цене одного приложения. Ориентироваться в инструментах крайне просто. Подготовка исходников, визуальное оформление целых видео, ретушь фотографий. Каждый из этапов можно сделать в несколько кликов. И в отличие от профессиональных аналогов, Movavi Unlimited будет отлично работать и на среднем компьютере. Цена предложения на сайте Movavi уже хорошая, но с нашим специальным купоном VLOG15 вы можете сделать ее еще лучше. Так что переходите по ссылке в описании и применяйте промокод в корзине, чтобы получить дополнительные 15% скидки на цену Movavi Unlimited. И последний шаг – это работа со звуком. Charger 5 в своем плане предложил мне 4 трека. Я их все скачал, но не уверен, что на минутное видео нужно аж 4 трека, но попробуем. Так, идем по плану. Вот этот трек должен быть первым. Должен признать, что у Charger 5 интересный вкус. Но ничего, мы справимся. К сожалению, Charger 5 не назвал четких таймингов для аудио, поэтому подходящие фрагменты придется подбирать вручную. Просто слушайте трек и вырезайте ненужное. После того, как мы с первым треком закончили, нужно сделать плавный переход от первого трека ко второму. Для этого нужно добавить точку громкости. Я рекомендую использовать три точки для каждого трека. Расположить точки и настроить затухание и нарастание нужно так, чтобы второй трек начинал нарастать раньше, чем первый начал затихать. Таким образом удастся избежать внезапного появления или секундной тишины. Некоторые треки, может быть, нелегко соединить, но после небольшой практики и подбора момента перехода, уверен, вы сможете сделать переход практически незаметным. А у меня все, собственно, как и ожидалось. Четыре трека это чересчур, поэтому я сократил всего до двух треков. Так и свести проще, и аудиоряд будет более однородным. Ну а если вы устали от монтажа, подбора кадров и борьбы за каждую секунду зрительского внимания, мы знаем, что делать. Мы с командой вот уже более десяти лет снимаем креативные, интересные и продающие ролики для компаний. Мы делали видео компании Asus, Spot, замена масел автомобилей, франшиза по многим городам России. Также L.com Electro, графика для экранов мероприятий, снимали свои короткометражные фильмы с наградами с международных фестивалей. Фильм «Последняя кнопка», на котором уже более 22 миллионов просмотров, а также сотни других видео как для СНГ-сегмента, так и международного. Так что напишите мне в Telegram, и наша команда поможет вам сделать ваши видео не только красивыми и интересными, но и продающими. А если вам нужно вывести ваш канал на новый уровень и новые просмотры, то команда Влада Козыры с радостью поможет вам с этим. Ссылочки будут в описании. Обращайтесь, мы всегда рады. Ну и в принципе с Charger 5 монтаж становится еще проще. Просто попросите о детальном плане и следуйте этому плану. Конечно, лучше всего Charger 5 может помочь людям, которые снимают собственные футажи, но даже со стоковыми видео может получиться что-то прикольное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и собственно вы видели, что у меня получилось. И весь монтаж занял не более 10 минут. Так что обязательно попробуйте использовать Charger 5 и его креативность в создании собственных видео. А потом обязательно оставьте комментарий с отзывом. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok